Я думаю, мои постоянные зрители, скорее всего, являются также и зрителями канала Игоря Яковенко. Если еще нет, я вам советую почаще туда заглядывать, потому что мнение этого человека определенно достойно внимания. Более того, судя по всему, я, конечно, лично с ним не знаком, но то, что я читаю и то, как я наблюдаю за ним, это действительно человек, которому можно доверять. Почему, я сейчас объясню. И, например, почему, скажем, я готов верить на слово Игорю Яковенко и меньше готов верить, скажем, тому же Александру Сотнику. Хотя вроде бы и тот, и другой журналисты, и они даже между собой общаются. Сотник – это интервьюер, он берет у многих людей интервью, и в том числе у Яковенко. Но, что самое главное, упускает, например, Сотник, и это явно присутствует в Игоре Яковенко. Это тот факт, который, кстати, видимо, не знаком многим оппозиционным деятелям в России. Чем оппозиция должна отличаться от власти? Почему у людей появляется вдруг желание идти за каким-то конкретно человеком или за каким-то движением? Причина, господа, банальная и простая. Оппозиция должна быть чище власти. Она просто должна быть морально и духовно выше. Если этого качества нет, тогда нет никакой разницы между теми, кто сейчас находится у власти, и между теми, кто к этой власти рвется. То же самое в полной мере касается и оппозиционных журналистов. Если вы уж решили противостоять злу и лжи, тогда, пожалуйста, оставайтесь на позициях правды и чистоты, хотя бы какой-то нравственной и моральной чистоты. Почему в моих глазах автоматически умер Бабченко? Не только потому, что он явно обманул нас вместе с СБУ, и я знаю, как вы сейчас, господа, начнете возмущаться в комментариях, но я остаюсь при своем мнении. Ну и потому, что я читаю вот такие сообщения. Аркадий Бабченко. Несколько дней тому назад. По поводу того, что люди не донатят ему, не переводят деньги. Он ведь так всех развеселил, и вообще он ожидал, что после этого случая его интервью будут покупать за 50 тысяч долларов. Количество кошельков под всеми его сообщениями увеличилось, а народ, видимо, не слишком рвется ему помогать материально. И вот он пишет. Нет, братцы мои, так дело не пойдет. Что-то вы совсем халатно относитесь к своим обязанностям. Я помирал? Помирал. Воскресал? Воскресал. Расследование провел? Провел. Интересно, вижу, как он расследование провел. Текст написал? Написал. Можете не сдерживать себя. Я кушать хочу. И пиво. Дети голодные плачут. Папка, дай макаронинку. Доброе утро. И в рамках проекта журналистика без посредников и пошло-поехало. Все его кошельки. Вы понимаете, вы можете симпатизировать бабченко как угодно, но лично у меня вот этот тип не вызывает ну ни малейших симпатий. Если он разговаривает со своими подписчиками вот в подобном тоне, ребята, ваши обязанности мне донатить. Я вам устрою шоу, не больше, не меньше. Я вот такой весь, простите, в его тоне, а вы меня не финансируете. Как же так? Мне ж на пиво надо. И вроде бы все это как бы не серьезно. И в случае чего он может сказать, да я пошутил, у вас чувства юмора нет. Но мы все прекрасно понимаем, что дело не в чувстве юмора. А дело в том, что Аркадий Бабченко на самом деле рассчитывает на большую популярность и на материальную поддержку как факт своей популярности. Это ничего общего с принципами, с моральной чистотой не имеет. Поэтому Аркадий Бабченко может писать свои ухренные тексты вот именно с применением мата, как он это делает, бесконечное количество раз. Но в число оппозиционных журналистов он никогда на самом деле не попадет. А если и попадет, то по случайности. То же самое напрямую касается Сотника, Гимельфарба и всех остальных, о ком я неоднократно говорил. Если вы собираете, господа, себе на зубы, на памперсы и не брезгуете этим. Если вы считаете, что вы можете просто в строгой форме сказать, ребята, как говорил Сотник, я за вас всех страдать не должен. Давайте-ка материально мне это возмещайте. Многие до сих пор не понимают, почему я против вымогательства денег от зрителей. Потому что, господа, мы все находимся в одной лодке. Но почему-то господин Сотник, Гимельфарб, господин Бабченко хотят плыть в этой лодке, имея золотое весло. На простое весло, как все остальные, они не согласны. Вопрос к Сотнику, почему он, будучи профессиональным журналистом, не устраивается на работу в Литву, в Латвии или где он там, в Украине. Почему он не работает, как все, не зарабатывает деньги, а параллельно в свободное время, как все мы, не занимается своим блогом. Кто-то скажет, ну что вы, он профессиональный журналист. Романов Ньюиседер тоже профессиональный журналист. Яковенко тоже профессиональный журналист. Вообще очень много в Ютуб профессиональных журналистов. И у этих журналистов вы получаете хорошего качества информацию абсолютно бесплатно. Мысль моя проста. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, соответствуй высоким моральным требованиям. И в моем представлении как раз Игорь Яковенко этим требованием отвечает. И последние две передачи, к сожалению, он должен был посвятить тому, чтобы ответить на откровенную ложь со стороны Владимира Соловьева. Он неоднократно говорил, что это нежелание оправдаться, оправдываться ему не в чем. Но действительно, если тебе бросают такой вызов, а мы живем во время открытой информации, то отреагировать на это необходимо. Тем более, что это были два выпада в его адрес. Посмотрите последнюю его медитацию и немножко разберитесь в вопросе. Его обвиняют действительно в очень серьезных вещах. Ну, таких, например, как воровство или сокрытие больших сумм денег. В то время, когда он занимал какую-то руководящую должность в союзе журналистов. Вы знаете, во-первых, грош цена словам Владимира Соловьева. Лично я не верю ему совершенно. Даже если он завтра представит мне результаты какого-то своего журналистского расследования, я не поверю его словам, потому что не верю ему априори. Во-вторых, если вы немного разбираетесь в людях, вам достаточно будет просто посмотреть на Игоря Яковенко и понять, что никакими особыми миллионами этот человек не обладает. Это очевидно. И зарабатывает своим пером. Вот на что зарабатывает, на то и живет. Да, скромно, как в основном, видимо, живут нормальные, порядочные журналисты. И тут есть одна проблема. Дело в том, что на планете Земля нет ни одного квадратного сантиметра, вот маленького квадратного сантиметра, ни одного пятачка, ни одного ноготочка поверхности недвижимости, которая бы мне принадлежала. Ну, так получилось. Это не хорошо и не плохо. Просто я всю жизнь как-то не очень интересовался деньгами, вещами. Вот все, что у меня есть, это книги, это компьютер, это минимальный какой-то набор одежды и все. Я так жил всю жизнь. Меня никогда не интересовала недвижимость, машины, золото, деньги. Ничего этого нет. Значит, если есть желание попытаться найти, я буду очень благодарен. Я живу в съемной квартире в однушке на окраине Москвы, и мне вполне хватает денег, которые я зарабатываю для того, чтобы содержать себя, для того, чтобы продолжать работать и поддерживать своих детей, внуков и тех близких мне людей, которых я считаю нужным поддерживать. Поэтому флаг в руки Соловьеву, Лурье, всем остальным. Пусть поищут мою недвижимость. Ну, а в принципе, вот у меня есть гири. Я сейчас могу их показать. Вот, может быть, они золотые. Давайте попробуем поискать в них зарытые, спрятанные миллионы долларов. Вот, давайте попробуем посмотреть. Ну, вот Соловьев, Лурье. Пилите, пилите, пожалуйста. Вот вам гири. Они наверняка золотые. Пожалуйста, пилите и добывайте оттуда миллионы долларов, которые я украл. Больше их добывать нет. С нами Олег Лурье, и мы продолжаем беседу нашу. Да, я рассказывал о бывшем главе союза журналистов Игоре Яковенко. Значит, Яковенко там бабла спилил. Да, десятки миллионов долларов. Что с ним случилось дальше? В ноябре 2008 года, как мы говорили, он исчез. Его искали и господин Федотов, и все. Оказывается, он уехал в Чехию, переехал жить, где в Праге начал активно заниматься с радио «Свобода». Ну, там все бабчинки, все же там обитают в Праге. И вывез туда иную сумму денег, купил хорошую недвижимость. У него все очень хорошо. То есть он обитает там. Вот 10 лет прошло, он стал появляться в России для участия во всевозможных митингах. То есть дело прошлое. А после него уголовные дела возбуждены? Ряд дел расследовалось, но потом все ушло в песок, затихло. А почему так получается? Как приглядишься к оппозиционеру, оказывается, ну ладно, человек-дрянь, так еще и ворюга. Так он самое интересное. Это риторический вопрос. Итак, посмотрев последнюю передачу «Медитацию» Игоря Яковенко, у меня редко возникает это чувство, но на этот раз у меня это чувство было. Это чувство тревоги. Мне почему-то странно, что эта кремлевская гнида Соловьев вдруг взялся за персону Яковенко. Я не хочу никого пугать, но зашевелились они именно после того, когда он сказал, что необходимо создавать трибунал и внести имена пропагандистов в число тех, кто будет судим этим народным трибуналом. Нужно сказать, что это ценнейшая мысль, и я точно так же не сомневаюсь, что когда-то в России подобный трибунал будет. В своих роликах я уже неоднократно говорил, чего достойны господа Киселев, пара Скобеевых, Симонян и прочие. Они достойны не только очень серьезных сроков от 20 лет до пожизненного, но и, конечно же, полной конфискации имущества, так как они не только работали на преступный режим, но и успели сказочно обогатиться за счет страданий своего народа. Плюс руки у этих господ по локти в крови. Именно по их призыву тысячи шли на Донбасс, а потом умирали. И до сих пор они продолжают заниматься тем, что развращают российские умы. Эти люди достойны действительно двадцаточки и побольше. Вот, пожалуйста, господа, когда изменится режим, не забудьте эти слова. Не позвольте им просто уйти со своих постов и потом гадить в каких-нибудь газетках или в Ютуб. Я не знаю, как воплотится мечта Игоря Яковенко и воплотится ли она, но мысль об этом очень правильная. Может быть, выделять ролики отдельным подкастом об этих так называемых путинских приспособленцах. Я уже пытался делать ролики на эту тему. Необходимо сделать либо базу данных, либо страницу по примеру миротворца в Украине. Только эта страница должна собрать в себе всех российских мерзавцев, кто сейчас работает на этот фашистский режим. Еще раз в поддержку Яковенко. Нет никакого сомнения, что в этом трибунале необходимость есть. И вот после этого заявления на него началась массированная атака. Этот ролик лучше донести не до Яковенко, а до Владимира Соловьева. И попытаться этой гниде объяснить, что если они еще не нажрались и открывают свою пасть в сторону Яковенко, то они уже просто потеряли всякое человеческое обличие. Владимиру Соловьеву, лично я и уверен, миллионы других людей больше не поверят ни за что, ни при каких обстоятельствах. Владимир Соловьев скончался давным-давно. Тот труп, который мы видим на экране, смердит даже на расстоянии. Цена его словам даже не грош, а фальшивая ломаная копейка. Ему мы верим. И вы, господа оппозиционные блогеры, журналисты и прочие, если вы хотите, чтобы люди вам верили, или если вы хотите, чтобы люди за вами шли, будьте добры, оставайтесь приличными людьми, оставайтесь чище, честнее, принципиальнее, чем власть. Иначе вы или ваши слова не будут иметь того веса, которого бы вы хотели им предать.